Юрий Пойт, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона, Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Юрий, приветствуем вас в нашем эфире. Доброе утро. Доброе утро. Мы накануне обсуждали тему, как только появилась информация о том, что Ким Чен Ын все-таки совершит свой визит на бронепоезде, прибудет в Российскую Федерацию. И действительно обсуждали несколько кейсов, о чем будут говорить. Это оружие в обмен на продовольствие. Я напомню нашим зрителям, что все-таки в Северной Корее на сегодняшний день есть существенная, даже я так бы сказала, глобальная проблема в отношении продовольствия, что привело к массовому голоду. И действительно вопрос получения продовольствия со стороны Российской Федерации, это, наверное, будет в обмен на то оружие, которое Северная Корея может предоставить Российской Федерации. Но все же, первый вопрос короткий, мы его сейчас расширим, Юрий, с вашего позволения. Как вы считаете все-таки, потому что после того, как Ким Чен Ын сел в свой бронепоезд, очень много действительно к нему было не просто обращений, а все-таки таких, ну давайте так скажем, рекомендательного характера обращений со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении того, чтобы все-таки Ким Чен Ын не пошел на эту оружейную сделку. Но, ваше мнение, Юрий, вот ваше мнение, будет ли все-таки оружейная сделка, будет ли принято решение сейчас во время встречи Путина и Ким Чен Ын не, я говорю сейчас только в отношении оружия? Ну, очень сложно давать оценки, потому что нет информации, нет информации, которую можно было бы использовать для анализа и так дальше. Поэтому здесь пока что мы не на уровне экспертизы говорим, а на уровне каких-то предположений на основе логики, на основе возможностей и на основе какого-то политического курса, каких-то стратегических целей тех либо иных государств. То, что мы на данный момент можем сказать точно, то, что переговоры эти идут, это однозначно. И мы видели, что министр обороны Российской Федерации Шойгу месяц назад приезжал в Северную Корею, причем он посещал ряд северокорейских предприятий, в том числе тех, которые предназначены для производства ракетного вооружения, артиллерии и так дальше. И на данный момент мы видим такую очень мощную, я бы сказал, северокорейскую делегацию, потому что в ее состав входят не только лидеры, не только руководство страны, но и военно-политическое руководство, военное руководство, в том числе министр обороны, в том числе главный военачальник из северокорейской армии, в том числе руководитель, командующий военно-морскими силами и директор департамента, который отвечает, соответственно, за военную промышленность и военно-космическую промышленность. То есть на данный момент мы можем сказать, что переговоры будут касаться вот этих тем, потому что в состав делегации включены участники как раз военной промышленности, оборонно-промышленного комплекса и военной сферы государства. Будут ли передаваться какие-то вооружения военной техники? Конечно же сказать сложно, и я думаю, что невозможно. Однако логика на данный момент подсказывает, что вероятность таких поставок возрастает. Во-первых, мы видим, что Российская Федерация остро нуждается в артиллерийских средствах, в том числе в боеприпасах, в том числе в средствах поражения. И Северо-Корейская Республика как раз это то государство, которое имеет возможность это предоставить по своему оборонному потенциалу. Кроме того, мы должны понимать, что Северная Корея очень остро нуждается практически во всем. От продовольства до поставок топлива, потому что, например, на Северную Корею наложены санкции, которые ограничивают ежегодные поставки сырой нефти, нефтепродуктов. В том числе Корейская Республика нуждается в военных технологиях, потому что большинство военной техники Кореи это устарелые вещи. Но Корея имеет очень серьезные амбиции, в том числе развитие своего оборонного потенциала и ядерного потенциала. Несколько дней назад была спущена новая подводная лодка, которая способна нести ракетное и ядерное вооружение тактической дальности. Поэтому мы видим, что интересы двух государств, они, скажем так, совпадают. И на данный момент основным таким выводом можно сказать то, что Россия зависит от Кореи больше, чем раньше. Если ранее Российская Федерация практически не передавала Корее ничего, то на данный момент зависимость эта увеличивается. Это означает, что Корея может попросить что-то взамен. Не только что касается продовольства и энергопродуктов, но я думаю, что касается и каких-то чувствительных средств, чувствительных технологий, в том числе космической промышленности, военно-морской промышленности, либо других средств. Я думаю, что это вероятно. И, например, мои южнокорейские коллеги, эксперты, они высказывают, скажем так, обеспокоенность по этому вопросу, потому что данный сценарий является довольно-таки возможным. Если говорить об этой грядущей встрече Ким Чен Ина и Путина, можно ли говорить также о том и называть эту встречу таким образом, что изгои, как дипломатические, политические, так и экономические во всем мире, они объединяются и пытаются хоть как-то выживать в такой ситуации? Я думаю, что этот тренд, он на данный момент усилился. Если несколько лет назад страны, которые, скажем так, имели какие-то военно-политические амбиции, глобальные амбиции, региональные амбиции, но они пытались, скажем так, не показывать, не демонстрировать своих агрессивных каких-то намерений, в том числе Иран, в том числе, например, Китайская Народная Республика, в том числе Северная Корея и так дальше, на данный момент мы видим, что Российско-Украинская война, она включила новый триггер, потому что те страны, которые находятся под санкциями, они больше понимают, что им необходимо, скажем так, усиливать свою взаимозависимость, свою экономическую взаимосвязь. Мы видим, что связи между такими странами, они очень серьезно усиливаются. Существует дискурс противоборства между автократиями и демократиями. Он, наверное, не совсем корректный, не полностью корректный, но в большинстве, скажем так, в общем, это соответствует действительности. И мы видим очень серьезную работу стран, таких стран, как Российская Федерация, Северная Корея, Иран, в том числе Китайская Народная Республика, для предоставления помощи друг другу и предоставления помощи в обеспечении безопасности и, соответственно, стабильности режимов друг друга и так дальше. Например, что касается Китая, он предоставляет Ирану средства, которые позволяют осуществлять контроль за населением и тем самым обеспечивать внутреннюю политическую стабильность. Мы видим, что взаимодействие между такими странами, оно становится все более важным для них, оно является все более взаимодополняемым. И если одна страна передает другой стране какие-то важные вещи, то вторая страна может потребовать попросить что-то в обмен. Мы видим, например, в вопросе взаимодействия Ирана и Российской Федерации, мы видим, что когда Иран начал передавать дроны Камикадзе Шахет-136, Российская Федерация готова предоставлять, соответственно, истребительную авиацию, истребители, новые истребители для Ирана, которые остро их необходимости. Поэтому вот это взаимодействие между Кореей, например, и Российской Федерацией, оно будет иметь двойной эффект. Потому что если Россия что-то попросит у Ирана, то Корея будет просить что-то у России. Это существенным образом усложняет региональную безопасность, потому что это создает новые проблемы, это создает новые вызовы и угрозы, в том числе, например, для Южной Кореи, для Японии и так дальше. Ну вот вы знаете, я так интересно сейчас смотрю, ровно год назад, практически, 22 сентября 2022 год, ну вот год, да, ну немножечко меньше, но все равно, официальное заявление как раз Кандер, мы не продаем в России оружие и боеприпасы. Северная Корея заявляет, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию, и не планирует этого делать. В сообщении государства информационного агентства, неназванный представителем Министерства обороны Кандер, обвинил Соединенные Штаты в безрассудных, цитирую, заявлениях и призвал Вашингтон, как он выразился, я цитирую дословно, держать рот на замке. Вот такая вот история, но мы видим, прошел год, и тогда вот заместитель официального представителя гостепартамента США Ведан Фател заявил, что Россия находится в процессе закупки миллионов ракет, артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в Украине. Я хочу все-таки Вас спросить, что же произошло все-таки за год, что риски того, что эта сделка будет, они все-таки не мининизировались, как утверждала тогда год назад Северная Корея, они выросли. Это действительно связано только с продовольственной проблемой, которая сегодня есть в Северной Корее, и началась она, кстати, я напомню нашим зрителям, со времен локдауна, когда Китай перекрыл пути, да, в связи с тем, что в Китае как раз огромное количество и карантины были на очень серьезном уровне, либо же все-таки, по Вашему мнению, есть еще ряд других аспектов, почему это происходит. Возможно, таким образом Северная Корея хочет, ну, обратить в очередной раз внимание на себя Соединенных Штатов Америки, а возможно и того же Китая, который мог бы в ближайшее время все-таки помочь и решить вопрос с продовольственным кризисом, который ныне есть в КНДР. Ну, дело в том, что продовольственный кризис не является критическим моментом для Северной Кореи. Почему? Потому что это государство живет в таком состоянии уже десятки лет, и, в принципе, никакого коллапса для политической стойкости режима, социально-экономических, скажем так, стойкости государства, в принципе, нет и не предвидится в ближайшее будущее. Поэтому я думаю, что основной причиной, почему такое развитие происходит, во-первых, базис такого развития ситуации, он был заложен, например, еще в прошлом году, потому что я напомню, что Северная Корея – это одно из государств, которое признало аннексию четырех оккупированных регионов Украины и Российской Федерации. То есть официально, на официальном уровне дипломатический Пхеньян признал, и Украина прервала дипломатические отношения с Северной Кореей. Почему идет развитие? Ну, сложно сказать, честно говоря, потому что экспертизы по Северной Корее в нашем анониментатическом центре у нас практически нет. Это такое неосновное направление моего, по крайней мере, отдела. Но то, что, например, видно и то, что кажется довольно логическим, это то, что открывается окно возможностей. То есть для Северной Кореи на данный момент окрывается в окно возможностей получения тех технологий, которые год назад, два года назад, пять лет назад северокорейский режим даже не мечтал. Почему? Потому что Российская Федерация, она нуждается в этих боеприпасах, она нуждается в средствах поражения, она нуждается в системах залпового огня, в артиллерийских системах и так дальше. Мы видим, что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, он все-таки испытывает трудности по поддержанию того объема и той интенсивности производства. Для Российской Федерации это непросто. Поэтому Россия интенсивно ищет, где можно купить, соответственно, вооружение, военные техники по всему миру. И Иран является одним из таких классических примеров. Поэтому то, что Корея, скажем так, более интенсивно работает с Российской Федерацией, я думаю, это связано с тем, что создался спрос со стороны Российской Федерации. Это означает, что для Кореи есть возможность получить что-то взамен. И Корея, как я говорил, в военном плане, в военно-техническом плане нуждается практически во всем, включая спутниковые технологии, военно-морские технологии, технологии по ракетам, по ядерным ракетам. Потому что, например, вот та подводная лодка, которая была спущена несколько дней назад, по оценкам южнокорейских специалистов, у нее могут быть еще проблемы с запуском, например, ядерных ракет. То есть эта технология не до конца освоена. Потому что, если мы говорим на ядерные амбиции, то в основном государства пытаются создать триаду, так называемую ядерную триаду. Это морской компонент, наземный компонент и сухопутный компонент. В Корее уже создан сухопутный компонент, и она работает на создание морского компонента. Поэтому те технологии, которые есть у России, Корея уже на данный момент с большей вероятностью, мы не знаем точно, будут ли эти трансферы технологий, но с большей вероятностью она может их получить. Поэтому я думаю, что развитие вот этих отношений, это связано с тем, что Россия испытывает, скажем так, демант английским языком, то есть потребность в каких-то военно-технических средствах с Кореей. И поэтому Корея более интенсивно работает с Россией, чтобы получить что-то взамен. Юрий, а вот учитывая то, что Российскую Федерацию, Северную Корею объединяет количество санкций, грубо говоря, такая изоляция в Российской Федерации, правда, она еще не до конца, такая изоляция существует, но все же маршрут направлен именно туда. А достаточно ли будет ресурсов для исполнения всех желаний, которые хотят? Ну, приоритет, понятное дело, для них это продовольствие, дабы жить, и ресурсы, сырье для производства того или иного оружия? Ну, здесь я не могу ответить на данный вопрос. Ну, очень мало данных, которые позволяли бы оценить военно-технические возможности и возможности производства, соответственно, каких-то средств со стороны Северной Кореи. На данный момент, например, мы видим, что были серьезные ошибки в возможности, например, Российской Федерации восполнять свои потребности и свои запасы в ракетной технике. И на данный момент мы видим, что Россия смогла это сделать, несмотря на очень серьезные санкции. Что касается Северной Кореи, здесь ситуация еще хуже с точки зрения анализа, потому что в открытом доступе данных практически нет. О возможностях Северокорейского оборонно-промышленного комплекса, о его составе, о том, насколько у Кореи хватает и каким образом она обходит санкции. Некоторые вещи, конечно, преувеличены. То есть Северная Корея – это такое государство, которое пытается показать больше, чем оно имеет. То есть это очень интенсивно работает пропаганда. Например, на военных парадах в основном страны, они не предоставляют, не демонстрируют самые новейшие системы вооружения. Они оставляют их закрытыми и спрятанными от глаз своих противников, от разведки своих противников. Северная Корея делает все наоборот. То есть она на каждом военном параде, она предоставляет и показывает новый образец вооружения, военно-техники, ракетной системы, беспилотников и так дальше, даже несмотря на то, что его тактики, технические характеристики, либо готовность к его использованию остается под очень серьезным вопросом. Поэтому насколько северокорейская промышленность может, скажем так, обеспечить потребность России, сказать сложно. Сказать на данный момент сложно, но здесь мы видим то, что, например, по ряду вопросов Корея действительно добилась успеха. Например, это по производству систем залпового огня, по производству и по разработке новых систем артиллерии, причем тех систем, которые обеспечивают дальность поражения до 200 километров, до 400 километров и так дальше. То есть Корея смогла добиться производства данных и разработки данных технологий. Кроме того, мы видим, что есть логистика. То есть есть железная дорога от Северной Кореи к Владивостоку. И если мы посмотрим на возможности этой логистики, то путь от Владивостока до Москвы, железная дорога занимает одну неделю. Это кажется таким длинным маршрутом, но если мы посмотрим на возможность железнодорожного транспорта перевозить боеприпасы, то это все-таки пропускная способность нормальная. Почему? Потому что один эшелон, например, состоит из 30 до 30 вагонов. В одном вагоне вмещается до 1000 артиллерийских боеприпасов калибра 152 миллиметра. Это означает, что один фактический эшелон обеспечивает боевые действия российской армии, может обеспечить боевые действия на один день, например. То есть если каждый день, либо через день, либо каждую неделю отправлять такой эшелон, то это на 10, на 15, на 20% увеличит, скажем так, огневое поражение российской армии. Возможно, это не будет таким геймченджером, так называемым. Возможно, это не изменит ситуацию на поле боя, скажем так, резко. Но все-таки это создаст дополнительные, очень серьезные проблемы для вооруженных сил Украины. Поэтому, несмотря на то, что возможности Северной Кореи могут быть, конечно же, и ограничены, но даже такие переговоры, даже передача ограниченных каких-то средств, это создает проблемы для Украины однозначно. Юрий, вам огромное благодарность за участие в нашем эфире. Мы будем следить. Появляется информация о том, что пересек, действительно, уже границу Ким Чен Ин с Российской Федерацией. Посмотрим, о чем будет идти речь. Ну, опять же, вот вы несколько раз сказали, сложно с вами не согласиться, очень мало информации. Северная Корея настолько закрытая страна в данном контексте, изолированная. Ну, и плюс, возможно, будут какие-то такие решения, о которых не будут говорить вслух. Я уже даже представляю, что скажет, в частности, Песков. Встреча прошла плодотворно. Мы расширяем сотрудничество между двумя странами, между Российской Федерацией и КНДР. Это вот такой вот короткий месседж, как может в результате пройти данная встреча. Юрий Пойтер, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона, Центра исследований армии, конверсии и разоружения, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова